Всем привет, с вами Бивер и настольные игры. И сегодня у нас довольно-таки яркая и красочная игра с очень интересным названием Origin от Андрея Маймини. Итак, игра из Токи, как можно ее перевести на русский язык, рассказывает нам о самом начале зарождения цивилизации. Вот так вот представлялся мир древних людей, которые у нас заселяли нашу планету. И мы, как первопроходцы, как родоначальники всей цивилизации, будем расселяться по всем континентам и пытаться каким-то образом заселять разнообразные области, которые нарисованы здесь, на этой карте. Мы будем охотиться, мы будем преодолевать разнообразные водные препятствия, мы будем развиваться, развивать свою цивилизацию с помощью тайлов инноваций, будем производить какие-то нововведения, конечно же, выполнять разнообразные задания. И размножаться, и захватывать новые деревья. В общем-то, игра рассчитана у нас от двух до четырех игроков. И все действия мы будем производить с помощью вот этих вот великолепных тотемов, которые у нас вот здесь вот лежат. Обзор сегодня будем вести мы на двух игроков, и я буду играть за двоих, я буду играть за желтого игрока, и Юля будет играть за зеленого. Перед началом партии каждый из нас получает по девять дисков наших поселений, а также по три карты целей, которые в случайном порядке мы получаем из колодок. Это секретные цели, которые мы должны выполнять, чтобы получать очки в конце игры. Значит, они дают нам бонусы за некие условия, которые мы должны будем выполнить по ходу партии. Итак, ну что ж, давайте взглянем на эти карты, и немного посмотрим, что же они могут нам предложить за задание. В общем-то, снизу у нас написано «Очки», сколько нам нужно набрать сверху у нас условия в тексте, а в центре, в принципе, условия в картинке. То есть здесь нам нужно иметь просто три племени на желтых территориях, чтобы получить четыре очка, три племени на оранжевых территориях, и три племени в Южной Америке, чтобы получить шесть очков. Вот такие вот задания получил я, и по ходу партии я могу буду их разыгрывать, эти карты, и получать очки, в принципе, в конце игры. Юля также получила какие-то три карты себе. В общем-то, какие же действия нам доступны, и что же можем мы предпринять, чтобы заработать очки? Это евроигра, соответственно, игра идет на очки, и их мы будем зарабатывать следующим образом. У нас есть три вида действия. Первое действие, которое доступно игрокам, это эволюция. Но перед тем, как я начну говорить о действиях, я хочу рассказать о подготовке немножко, пару слов. Значит, мы раскладываем поле на специальные места, вот такие вот с красными точками, мы ложим жетоны проливов, на зеленые ячейки мы кладем жетоны охоты, которые у нас есть в центр. На вот эту руку мы ставим самый маленький тотем любого цвета. Как вы видите, тотемы у нас разные по величине, о них мы поговорим чуть-чуть попозже. И, в принципе, это вся подготовка. Однако, играя на два или три игрока, у нас убирается один ряд тотемов, которые идентичны данному ряду абсолютно, но они убираются из игры. Так вот, что же мы можем предпринять свой ход? Значит, первое, это эволюция. Мы можем эволюционировать. Эволюция позволяет нам заселить любую соседнюю область с уже занятым тотемом. То есть сейчас, к примеру, у нас занята вот эта коричневая область, то есть любую соприкасающую с ней область мы можем занять своим тотемом. Тотем по факту общий. То есть все тотемы, которые есть у нас в игре, они общие. Однако, у каждого из игроков есть вот такие вот фишки специальные, которые определяют и обозначают его поселение. Так вот, мы должны будем их класть под низ тотемов, которые мы будем выставлять на поле. Значит, первое, как я уже сказал, это эволюция. Чтобы сделать действие эволюции, мы должны выставить тотем. Сперва давайте рассмотрим сами тотемы. Тотемы у нас делятся на несколько подкатегорий. Значит, у каждого тотема есть несколько характеристик. Первый – это цвет. Они бывают бежевые, они бывают черные и, соответственно, они бывают коричневые. Они бывают трех уровней по высоте. Они бывают низкие, средние и высокие. И также они бывают трех уровней по силе, либо же по толщине. Они бывают худые, да, тонкие, среднего размера и как бы максимально толстые. То есть у каждого из тотемов есть три характеристики. Так вот, чтобы произвести действие эволюции, необходимо выставить тотем, который будет отличаться от уже выставленного всего одной какой-то характеристикой. То есть, к примеру, на данный момент здесь стоит у нас белый тотем самого низкого размера. Я могу выставить сюда, к примеру, самый низкий тотем белого цвета, но средний по толщине. То есть, у них будет одинаковая цвет характеристика, одинаковая характеристика высота, но разная будет только толщина. Либо же я могу выставить, к примеру, самый маленький тотем черного цвета. Все совпадает, кроме цвета. Либо же я могу выставить тотем другой по высоте. После того, как игрок совершает действие эволюция, он делает следующее. Он выполняет действие, которое предписано территории, которую он занял. Здесь, как вы видите, все территории разноцветные. И каждая из территорий соответствует определенным действиям, которые доступны будут игрокам. К примеру, салатовая, оранжевая и фиолетовая относятся у нас к действиям, которые позволяют игрокам либо взять одну карту из колоды и дополнительно еще и жетоны эволюции, жетоны инновации, либо же взять три карты из колоды и выбросить две из них. Что это за карты и для чего они нужны? Желтые карты это карты действий. То есть, они обычно разыгрываются, и после этого они сбрасываются и дают некий бонус игроку. К примеру, извержение вулкана. Взять любую сброшенную желтую карту. Либо же мореплаватель. Заработать жетон пролива, находясь его на одной из сторон данного пролива, соответственно. И так далее. То есть, карта разыгрывается и она сбрасывается. Но обязательно карта должна быть на руке у игрока. Оранжевые карты это постоянные карты. Для их выполнения необходимы жетоны развития. Жетоны инноваций. Потому что у каждой карты есть специальная цена, указанная вверху. Вот в этих вот копиях. То есть, необходимо иметь жетон с этим количеством копий, чтобы разыграть данную карту. И опять же, эта карта должна быть на руках. Она дает постоянный бонус, который будет помогать игрокам по ходу партии. С фиолетовыми картами мы уже знакомы. Соответственно, это карты целей, которые мы должны выполнять по ходу партии. С жетонами, которые есть у нас в игре. Жетоны инноваций. Значит, здесь следующее. Когда мы получаем возможность взять жетоны. К примеру, мы встали сейчас на салатовый цвет. Мы теперь получаем возможность выбрать действие. Действие, соответственно, мы можем либо взять один жетон и одну карту, либо же взять три карты и из них оставить одну. Значит, когда мы берем жетоны, если мы решаем это делать, мы должны брать их по порядку. То есть, к примеру, здесь у нас есть одно копье. То есть, сперва нужно взять жетон с одним копьем обязательно. То есть, начать какой-то уровень. Потом мы можем впоследствии взять какой-нибудь жетон с двумя копьями и уже им накрыть этот жетон. И так далее, дойдя до пяти. Максимальное количество это пять копий. Больше не может быть. Это максимальный уровень. Если же ситуация была бы такая, что я, к примеру, взял данное действие, а здесь не было бы жетона единички, то я бы, по факту, не имел права взять вообще никакой жетон себе. Потому что всегда нужно брать жетон, если ты можешь его разместить. Также вы можете иметь несколько жетонов единичек и сразу собирать несколько цепочек, идя вверх. Соответственно, эти жетоны, кроме того, что принесут по одному очку в конце игры, также нужны для того, чтобы разыграть постоянные карты, которые есть у игроков. Ну, могут быть по ходу партии, да? Давайте разложим, как они были, эти жетоны. Так вот, действие я выбрал. Я все-таки, пожалуй, возьму одну карту. Мы сейчас перемешаем. Перемешаем. Я беру одну карту и жетон с единичками. Карта у меня, значит, охотник. Я могу получить жетон охоты с соседней зеленой территории. То есть, если я буду где-то находиться с зеленой территорией, я могу получить вот этот вот жетончик, который принесет мне определенное количество очков от 4 до 8. И эта карта, конечно же, хранится в секрете. Значит, желтые и оранжевые карты могут быть на руке в неограниченном количестве. Фиолетовые карты могут быть в количестве двух карт. Кроме момента, когда начало игры. То есть, в начале игры у нас три карты. И после того, как мы разыграем одну из них, мы, соответственно, больше двух уже иметь на руке не можем. Значит, это первое возможное действие. Это эволюция. А второе действие, возможно, это миграция. Значит, миграция происходит следующим образом. Вы берете свою фишку вместе с жетоном поселения и перемещаете ее на соседней территории. Переходя на столько клеток, это какова высота вашего тотема. Точнее, тотема, который стоит на вашем поселении. То есть, либо низкий, либо средний, либо высокий. Соответственно, на одну клетку, на две или на три. То есть, к примеру, если бы вы сейчас перемещали бы вот этот тотем, то мы бы смогли переместиться всего на одну клетку соседнюю. Перемещаясь на соседнюю клетку, мы освобождаем клетку, на которой мы были. Однако, перемещаясь, мы получаем бонус клетки, на которую мы переместились. Вот так вот, может быть, запутано немножко. Третье действие, это возможно, Если у нас есть сосед Если у нас есть сосед Который находится на Соответственно соседней какой-то территории Мы можем Поменяться фишками Однако здесь роль играет Уже сила, сила тотема Которая есть у вас, то есть его толщина Вы можете поменяться С соседом только тогда Когда у вас толщина Больше, чем у вашего соседа Причем вы можете Меняться не только с прям соседней фишкой Если, к примеру, здесь стоял Тотем, к примеру, среднего размера А эта фишка находилась бы Вот здесь, то мы могли бы Переместиться на две клетки Так же как и при миграции, потому что Усота этого тотема 2, 1, 2 И поменяться с ним места При смене мы меняемся Полностью Местоположение, причем игрок Которого поменяли не получает бонусов А который пришел, получает бонус Данной территории Соответственно, есть еще Такие места, как проливы А значит, эти жетоны можно получить Тогда, когда вы контролируете пролив С двух сторон Если у вас находятся фишки С двух сторон, вы забираете этот пролив И больше никто, соответственно, очки За это не получит Вот, в принципе, и все действия Однако, кроме того, что вы можете Делать по ходу партии То есть, выбирать одно из этих трех действий Допытно, вы можете разыгрывать еще и карты Карты вы можете разыгрывать Каждого типа по одной Свой ход, причем это можно делать В любой момент своего хода Хоть до выбора действия Хоть после него Когда угодно Каждый тип по одной карте Может быть разыгран В общем-то, это и все правила Игра идет у нас до окончания Всех фишек поселений у всех игроков До окончания одной из стопок карт Либо же до окончания всех фишек Вот этих вот тайлов инноваций Если такое происходит И потом происходит в финале подсчет очков Я предлагаю сейчас немножко ознакомиться с парой действий Которые могут предпринимать игроки И посмотреть на то Как это все происходит Так, первый ход я уже сделал Теперь ход у нас за Юлей И, кстати, да Я взял тайл инноваций И сразу же он восполняется с запаса С этого пула Он восстанавливается сюда И теперь ход за ней И, пожалуй, наверное, она сделает следующее Она возьмет сюда вот фишечку И поставит сюда Ну, к примеру Вот такой вот тотем Он отличается на единичку Характеристикой высотой Вот И, соответственно, получает оранжевый бонус Это одна карта Постоянных бонусов И один жетон Ну что ж, действие совершено Теперь единственное, что мы можем посмотреть Это Какие карты у нее есть с целей И что Что мы можем за них получить Да, но Если у нас будет 3 Если у нее будет 3 Фишки на коричневых Можно разыграть 4-чка получить 4 соседних племени На минимум 2-х континентах И последние 2 И 3 Уровня А, 2 2 2 по 3 Инновационных тайл Вот такие вот задания Да, не очень хорошие Но Что поделаешь И бонус она получает 2 к передвижению 2 к передвижению Здесь у меня будет инновация 4-го уровня Замечательно Ход теперь за мной За мной ход И пожалуй, наверное Я разыграю Следующую фишку Я Делаю вот так Вот Это будет снова У меня Действие Эволюция Значит Отличие должно быть На единичку И от этого Отличается на единичку Всего лишь Цвет Вот так Вот так Я стал на желтое Действие Снова я могу взять Действие Значит Карты действия Точнее я могу взять И один из тайлов Инновации Да Я беру Тайл инновации 2-го уровня И одну из Карт действий Которая мне позволяет О, изобретатель Потяните любую карту Либо же возьмите Любой тайл инновации С Награды С планшета наград Неплохо 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 Очень неплохо Я бы сказал Да Отлично Разыграть ли карту Разыграть ли карту Я в принципе Ничего не могу Потому что у меня Не те карты Я иду сейчас В цель Которая заставляет Меня Встать на 3 Желтых Места И тогда я получу 4 очка Разыграв эту карту Вот Поэтому Работаем пока По этой схеме Отлично Может быть Конечно Я сейчас Допустил Некую ошибку Но По крайней мере Посмотрим Теперь ход У нас за Юлей И она Пожалуй Сейчас Сделать следующее Она возьмет Вот такую Вот фишку Где она Вот такую фишку И Перейдет на новый континент Отличаются они Одной высотой И так как она сейчас Контролирует Две местности Которые Пересекают Вот этим вот проливом То есть Она получает Жетон пролива Который принесет И 3 очка В конце игры Она переворачивает его И кладет рядом Со своими фишками Отлично Она попала на фиолетовое действие Соответственно Она теперь может Сделать следующее Она может потянуть Одну карту Целей И потом Она должна будет Сбросить До двух карт До двух карт Вот такая вот Несуразница получается Потому что Две карты Должно быть у тебя На руке Не больше двух Вот Поэтому Придется ей потянуть Одну карту Если у вас будет Три По силе Фишки На ваших племенах То вы можете Получить 4 очка Неплохо И пожалуй Наверное Теперь нужно решить Да Вторым действием Конечно же Можно взять Один из жетонов Инновации Это будет второго Уровня Она также накрывает Себи Седать Здесь Кладем сюда Так Пожалуй Наверное Мы сбросим Раз Два Мы оставим себе Вот эти две Она оставит себе Вот эти две А эти две сбрасываются И когда они уходят Сбросы Они уходят Под низ Колод Под низ Колод Отлично Снова Розыгрыш Карт Не доступен Пока Юле Потому что У нее не выполнено Действие И Ход переходит Ко мне Ну у меня тоже Есть возможности Я могу захватить Сейчас вот здесь Региончик И довольно таки Неплохо Поиметь Пять очков Поэтому Этим я и займусь Этим я и займусь И пожалуй Наверное Я Использую Вот Такую вот фишку Вот такую вот фишку Она будет на единичку Ниже Ага Не такую А вот такую Вот такую фишку Она будет на единичку ниже Вот И Либо же Нет Знаете что Я использую Вот эту фишку Она будет на единичку толще Чем Эта Так Так Хорошо На единичку толще Отлично Пять очков Пять очков Я получаю Так и контролирую Этот пролив Второе действие Я получаю Одну карту Из Постоянных И Один тайл Первой Технологии Инновационный тайл Что же у меня здесь О Сокровище Каждая карта Которая остается у вас в руке В конце игры Принесет одно дополнительное очко Это круто Это круто Так Хорошо Что-то я могу разыграть Что-то я могу разыграть Угу Можно потянуть что-то Да Ну пока я этого делать не буду Хорошо Это мой ход окачивается Теперь ход у нас за Юлей У нее Ей надо Разной толщины Либо же Ей нужно Четыре Соседних Тайла Занять Четыре соседних Тайла Ну давайте Наверное Мы сделаем следующее Ну конечно Обидно Немножко Вот здесь Вот Ситуация А Хорошо Есть Все Выход есть Юля решает Пойти Вот сюда На вот эту территорию И ей нужно Выйти в Соответственно Высота у нас Максимальная Да Максимальная высота Ну давайте Наверное Мы займем Вот такой вот Худой Фишечкой Вот здесь вот Место Она занимает Коричневую территорию Вот И значит Что Это значит Коричневая территория Это вот эта вот Линия Здесь мы Можем Либо взять Два любых Тайла Инновации А с этого ряда Либо же взять Один любой Вот отсюда Она берет Два отсюда Это будет Троечка Вот такая вот И пожалуй Наверное Что Пожалуй Наверное Четверочка Четверочка Она накроет Еще Эту троечку Вот таким Вот образом И два Тайла Выкладываются Сюда Замечательно Тут она получается Рисунки Которые здесь есть Они в принципе Ни на что не влияют Но в принципе Она сейчас Керамику развила И Я так понимаю Какой-то Вид оружия Оружие со щитом Вот так Четыре Замечательно Так На этом Ход ее заканчивается Она может Разыграть карты Да Ну Она может К примеру Разыграть Вот такую вот Карту Которая Теперь Дает ей Плюс Два К Передвижению Если она будет Двигаться То она сможет На два Дальности Дальше Передвинуться Вот такие вот Пироги Получаются Отлично Хорошо Теперь Ход За мной И я И я И я И я И я Того же Мнения Да Мне теперь Нужно Разыграть Ну Я к примеру Делаю Следующее Я беру Вот сюда Ставлю Черную Они Отличаются Только Цветом Я получаю Желтую Карту И получаю Третьего Уровня Инновационный Тайл Кладу Поверх И теперь Я могу Разыграть Карты Значит Карты Которые Я хочу Разыграть Это будет Первая Карта Цели У меня Есть Три Племени Раз Два Три Которые Находятся На Желтых И я Ее Разыгрую Я буду Получать Четыре Очка В конце Игры Получу Уже Обязательно Вот Это Первая Карта Фиолетовая Которую Я Разыграю Да И Кстати Как только Разыгрывается Обязательное Правило И если У вас Уже Есть Две Карты На Руках То Вы Берете Эту Карту И Вы Выбираете Какую Карту Одну Выбросить Например Мне Не нравится Эта Карта Она Мне Сложновата Мне Нужно Добраться Сюда И Здесь Занять Три Территория В принципе Не сильно Сложно Но 6 очков А здесь Нужно Три Единички Собрать Мне Это Больше Подходит Четыре очка Чем Вот Эта Поэтому Я Сбрасываю И Она Уходит У меня Под низ Колоды Замечательно И Теперь Посмотрим На Мои Карты Во Первых Я Могу Разыграть Сокровище Которое Дает Мне Плюс Один Дополнительное Очко За Каждую Карту Которую Будет У меня В руке В конце Игры Я Разыгрываю Это Оранжевая И Посмотрим На Желтую Так Выберите Любое Поселение Несмотря На Правила Ну Хорошо Рассмотрим Эти Варианты В принципе Я могу Сейчас На Следующий Ход Оставим Хорошо Все У меня Все Отлично Теперь Ход У нас За Юлей И Она Пожалуй Наверное Сейчас Делает Следующее Она Да 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 Она Захватит Четыре Четыре Пятерочки Нет Можно Пятерочку Здесь Забрать Да Коричневый В принципе Не нужен И фиолетовый Нужен Давайте Зеленый Захватит Она Значит Берет Вот Эту Фишку И Захватывает Вот Эту Территорию Вот Так Относительно Этого Тотема Он Отличается Всего Одной Толщиной Четыре Очка Она Получает В конце Игр Уже Автоматически За Охоту Вот И Теперь Она Может Разыграть Одну Из Получить Четыре очка В конце Игры За то Что У нее Есть Три Фишки Разной Силы То есть У нее Самая Толстая Средняя И Тонкая И Она Их Разыгрывает После Этого Она Может Взять Одну Карту Сразу И Получает Три Очка Может Получить Если Будет Контролировать Две Зеленых Территорий Хорошо Ей Это Подходит После Этого Бонусов Никаких Нет Однако Ниже Нужно Выполнить Условия Третьего Копья Да И Хотелось Бы Получить Больше Оранжевых Территорий Ну Ладно Давайте Мы Сделаем Значит Сперва Вот Так Мы Пожалуй Наверное Захватим Вот Эту Территорию Значит Чтобы Юля Не могла Захватить Их Две Либо Живот Вот Хороший Вариант Чтобы О Хорошо Давайте Мы Возьмем Вот Эту Фишку И Поставим Ее Вот Сюда И Я Захватыв Сразу Этот Жетон Потому Что У меня Пролив Мой Контролируется И Я Получаю Оранжевое Действие Потому Что На территории Оранжевой Я Нахожусь Я Беру Единичку И После Этого Я Беру Еще Одну Карту Оранжевую Пока Я Смотреть Даже Не Буду Я Разыграю Сразу Вот Эту Карту Которая Дает Четыре Очка За То Что У меня Три Единички Раз Два Три Единички У меня Есть И Я Получаю Еще Четыре Очка В конце Игры Замечательно Сразу Беру Еще Одну Карту Фиолетовую И Мне Нужно Три Жетона Пролива Три Жетона Пролива И Я Могу Путь Пять Очков У Мне Уже Два Есть Еще Один Жетон И Я Вообще Красавчик А Что Я Взял Я Взял Сила Начиная С Данного Мента Вы Можете Меняться С Племенами Той Самой Силой Это Шикарно И Я Сразу Разыгрываю В этот Ход Потому Что Разыгрываю Только Фиолетовую Карту Шикарно Вообще Шикарно У меня Троечка Просто Есть Я Ее Разыграю Отлично Сюда Надо Выложить Еще Один Жетон И кстати 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 Пока Ничего Такого Не Произошло Я Разыграю Пожалуй Еще Одну Карту Зеленую Значит Я Могу Разыграть Охоту Охота Дает Мне Получить Одно Один Любой Жетон С С Соседней Зеленой Территорией Я беру Ее Сбрасываю Повторя С игры И забираю Этот Жетон Который Наход Со мной 4 очка Я Еще Один Получаю Жетон Фу Супер Теперь Вход У нас За Юлей Ей же Нужно В принципе Она может Разыграть Эту Карту Отлично И захватить Еще Одну Зеленую Территорию Ей Нужно Еще Одну Зеленую Территорию Ну Пожалуй Наверное Пока Она Этого Делать Не Будет Она Захватит Вот Эту Территорию Наверное Для того Чтобы Проконтролировать Вот Эти Два Региона Поэтому Она Сейчас Берет Ну К примеру Вот Такой Вот Нет Такой Нельзя Потому Что Он Отличается На Два От Этого Ну Пусть Будет Вот Такой Вот Тотем Соответственно Она Сразу Может Разыграть Фиолетовую Карту Она Ее Разыграет Нужно Иметь Четыре Племени На Двух Разных Континентах Которые Соединены С Друг Другом Раз Два Три Четыре Четыре Соединенные Другом Это Пять Очков В Конце Игры Отлично И Сразу Она Получает Еще Одну Карту Это Четыре Соседних Фишки На Одном Континенте Ну Кстати Тоже Один Остался Всего И Будет Шикарно Оранжевый Оранжевый Она У нее Какой Уровень Четвертый Ей Очень Подходит Она Берет Одну Фишку И Один Пятый Уровень Она Открывает Уже Что Дает Пятый Уровень Кстати Он Дает Пять Очков То есть Если Каждый Предыдущий По Одному Очку То Пятый Уровень Аж Целых Пять Очков Очень Круто И У нее Появляется Еще И Оборудование Для Обсерватории Когда Вы Тянете Карты Возьмите Одну Дополнительную Выберите Одну И Сбросите Другие И Ее Сразу Мы Разыгрываем Потому Что Мы Не Разыгрывали Еще Такие Карты И Вот Получаем Еще И Дополнительный Бонус Для нее Шикарно Теперь Ход За Мной И Мне Нужны Оранжевые Оранжевые Территории Оранжевые Территории Во-первых Нужно Не дать Юли Конечно Захватить Этот Жетон Поэтому Я Пойду Сюда На Фиолетовый Но Сперва Посмотрим Что Я Могу Сделать Захватить Сейчас Перемещение По перемещению У меня Ничего Интересного Нет И Захватить По факту Я Ничего Не Смогу У 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 Тихо Раз Два Две Территория Оранжевых Не Хочется Просто Юле Отдавать Пролив Пролив На Четыре очка Это Довольно Таки Серьезно И Глупо Отдавать Сейчас Такую Возможность Угу Но С другой Стороны Хочется Разыграть Какую-то Карту Переместиться Поменяться 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 А Ну Давайте Поменяемся Давайте Поменяемся Мы Свели Местами У Меня Здесь Высота Два А Это Юлина Фишка Блин Это Юлина Фишка Черт Но Значит Смотрите У Меня Есть Фишка Я Могу Теперь Меняться Одинаковой Силой Одинаковой Силой У У У У У Высота Один И Я Могу Поменяться Только Соседней Территорией Я Меняюсь Вот Этим Вот Парнем По Правилам Изначально Меняться С Одинаковой Силой То есть Одинаковой Толщиной Нельзя Фишкам Однако У меня Есть Специальная Карта Которая Позволяет Это Делать И Мы Поменялись Вот Таким Вот Образом Я Получаю Еще Раз Бонус Оранжевого Оранжевой Территории То есть Я Могу Взять Один Из Жетонов Я Беру И Одну Из Карт И Я Могу Теперь Выполнить Задание Когда У меня Фишки На Трех Оранжевых Территориях Раз Два Три На Трех Оранжевых Я Получаю Еще Четыре Очка В конце Игры Замечательно И Я Беру Сразу Еще Одну Карту Три Второго Уровня Если У меня Будет То Я Могу Получить Шесть Очков Это Для Мне Достижимо И Я Получил Еще Одну Карту Сокровища Но Походу Наверное Одинаковые Карты Можно Разыгрывать И Они Дадут Бонус Двойной То То Сокровища Гласит Что Каждая Карта По крайней Мере В правилах Ничего Не Написано Что Нельзя Разыгрывать Одинаковые Карты Поэтому В принципе Думаю Это Возможно Ну И Все Походу Походу Пока Все Теперь Ход У нас За Юлей У нее Задания Какие Четыре Рядом Чтобы Было Четыре Фишки Рядом И Две Зеленых Да Давайте Наверное Она пойдет Сюда За Восьми Очками Потому Что Восьми Очков Это Довольно Таки Много Первая Это Она Вот Захватит Наверное Вот Здесь Размножится Сюда Эволюционирует Сюда На Салатовая Она Сразу Получает Одну Карту И Ей Повезло Один Четон Первого Уровня Здесь У нас Контроль Вы Можете Поменять Территорию С Племенем Любой Силы Вот Так Это Довольно Таки Неплохо Для нее И Она Теперь Может Четыре Фишки Четыре Племени На одном Континенте Пять очков Она получает И сразу же Тянет еще Одну Карту Цели Три Фишки В Океане То есть Вот Здесь Но у нее Здесь Пока Ни одной Нет Отлично Это ее Ход Закончился На этом Ход Теперь Мой И Ну Раз Юля Мне дала Возможность Грехи Им Не Воспользоваться Ага Я думал Переместиться Но переместиться Мне силы Не хватит Да Дальности Не хватит Придется Эволюционировать Снова Ну что ж Придется Мы идем Вот сюда Нет Сперва Знаете Что мы Сделаем Сперва Мы Разыграем Вот эту Карту Сперва Мы Разыграем Изобретателя Я могу Взять Любую Карту Либо Любой Тайл Инновации Который Есть У нас Здесь На площадке И я Его И беру Я беру Еще одну Двоечку Кладу Ее Сюда После Этого Я Разыграю Фиолетовую Карту Которая Мне Предписывается Чтобы У меня Было Три Фишки С Тайлом Риноваций Второго Уровня Они У меня Есть Три Фишки И я Их Сохраняю Боже У меня Уехало Это Шесть Очков Замечательно Так И Теперь Я могу Выполнить Действие Да Я Произвожу Эволюцию Я Произвожу Эволюцию И Эволюционирую Следующим Высота У нас Одинаковая Нет Неодинаковая Вот Такой Отлично Вот Таким Я Эволюционирую Я Забираю Еще Один Жетон Себе Четырех Очковый И По факту Я могу Взять Еще Эту Карту Кстати Я Должен Должен Сразу Как Только Выполнено Это Действие Так Три По Высоте Нужно Иметь У Себя У меня Три По Высоте Есть Да Сейчас У меня И я Беру Еще Одну Карту За Вот Эту Вот Фишку Которая Стала Сюда И могу Взять Еще Тайл Инноваций И положил К примеру Вот Сюда Третьего Отлично Что же Мне пришло За новая Карта О Быть Присутствовать На четырех Из шести Континентов Пять очков Я присутствую Раз Два Три На трех Континентах Могу на четырех Присутствовать Да О На четырех Могу присутствовать Вот Мне в принципе Два действия Надо сделать Я буду на четырех Присутствовать Хорошая карта И даст пять очков Да А это даст мне Уже пять очков За четыре Я сбрасываю Эту карту Мне не нужна Потому что Две остальных Мне приносят очки Уже сейчас Шикарно И на этом Все Мой ход Оканчивается Теперь Теперь же Ход у нас За Юлей И Ей нужно На зеленую Да Ну давайте Наверное Она выберет Перемещение Она выбирает Перемещение И перемещает Эту фишку На раз Два Три Позиции Дальше У нее Сота была Три Она переместилась Через места Где находятся Фишки Перемещаться Можно Однако Останавливаться Там нельзя Она забирает Жетон Себе И после Этого Она выполняет Действие Которое Приписывается Салатовой Территорией Это значит Взять Карту И взять Жетон Она берет Еще один Жетон Карту Моряк Получить Один Жетон Пролива Находясь Всего На одной Из сторон Вот Так Ребят Еще осталось Где-то Наверное Ходов Под 5-7 Может быть Давайте Наверное На этом Завершим В принципе Уже Понятно Каким Образом Эти Правила Как Играть В эту Игру Я все Рассказал В принципе Опять же Игра У нас Окончится Когда Закончится Одна Из Стопок Тогда У нас Начинается Финальный Раунд Также Дополнительно У нас Есть Еще Возможность Окончания Игры Когда У нас Закончатся Все Фишки Они Будут Выставлены На Поле Либо Жена Закончатся Жетоны Инновации Полностью На Всем Планшете Вот Такой Вот Тоже Возможный Вариант Кстати У нас Жетоны Инновации Подошли К концу В нашем Поле Поэтому Остались Только На Поле Вот То есть Сам Костяк Идею Этой Игры Я Уже Рассказал Пожалуй Наверное Теперь Мы Заканчиваем Это Видео И Я Сейчас Переходим На Следующее Видео На Продолжение Потому Что Так Уже Это Видео Затянулось Довольно Таки Надолго Если Будет Интересно Переходите На Продолжение Там Будут Мои Впечатления В конце Origin Истоки Еще Увидимся